Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. Доброе утро. У нас в гостях сегодня Игорь Угольников. Доброе утро. С Новым Годом! У нас такие новогодние декады. И на нашей новогодней кухне тоже нашло отражение влияния праздника. Здесь и авокадо, здесь и лимон, здесь и лук. Не знаю, почему это. Вот смотри, в новогодние дни люди, конечно, обильно питаются, едят жирную, жареную пищу, а потом у них вырастают... Они это запивают, запивают жирной водкой. Поэтому я предлагаю сегодня создать некий такой стол, очень легкий, такой практически прозрачный, вегетарианский, можно так сказать. Мы разгружаемся сегодня. Кстати, по поводу вегетарианского стола, между прочим, не будем забывать, что празднуют Новый Год, но тем не менее идет же ведь в православии рождественский пост. Нельзя есть мясо. Нельзя. Нельзя пить водку. Нельзя. Что вы говорите? Да, да. Вот, нельзя. Много чего. То есть, условно говоря, вегетарианская еда на столе будет хорошим. Самое время перейти на постное блюдо. Вот здесь добавить огоньку. Добавить огонечку. Вот смотри, что я сделал. Я в первую очередь поставил варить гречку. Она вам сегодня пригодится. Не будем забегать вперед, я потом... Если что, накрыть, Игорь? Безусловно, она иначе не будет скипать. И вот, знаете, такие сложные, высокие кастрюли. Это такие специальные кастрюли, знаете, которые занимают очень мало места на плите, но поэтому очень высокие. У нас есть 8-литровая кастрюля, она вот такая. Да. Для высокого человека. Ну, она просто заходит человек, встает и варится. Значит, что мы будем делать сегодня? Так. Мы сделаем салат, да? Причем сделаем салат с авокадо, со специальным соусом. Угу. Мы сделаем спаржу на пару. Я думаю, что ты знаешь, как это делается. Для красоты, для... Спаржа на пару, это вообще... Да. Я не знаю, если есть что-то более здоровое, чем спаржа на пару... Да. Это... 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 это бег. Бег без спаржи. На голодный желудок бег 900 километров. Так, сделаем спаржу. С гречкой это особая история, сейчас мы подготовимся. И, конечно же, сделаем драники по-белорусски. Ты знаешь, я мотаюсь между Москвой и Минском уже 5 лет, поэтому к этому блюду уже практически... Мы ставим... Есть плоды и кинематографические. Мотание туда-сюда. Мотание вот туда-сюда, но, тем не менее, отдать должное нашим соседям, ближайшим, нашим товарищам и друзьям белорусам. У нас-то есть очень много белорусов работает с маки. Да? Ну, ладно. Давайте... Так, для драников надо сделать картошку. Надо чистить картошку. Она уже почищена. Что ты будешь сделать? Да что ты... Уже мне... Я попросил, мне подготовили. Значит, надо картошку вот сюда выжать сок из нее. То есть нам нужен жмых картофельный. А-а-а. Можешь начать? Слушайте, а я... Нет, потому что я сейчас объясню. Когда-то приходила Единица Станиславовна Пьеха. Так. И она готовила драники. Мы с ним. Почему-то вот на меня именно эти драники произвели впечатление. Так. И, конечно, драники ведь называются... Из-за чего драники? Из-за того, что они на дранке делаются, да? Да, да. Что такое дранка? Это доска с какими-то гвоздями? Да, да, да. Ну, поскольку есть более удобные... Но есть сейчас уникальные машины Борг. То есть отделить жидкость из картофеля от картофельного жмыха, так что драники не будут растекаться, они будут хрустящие. Да. Вкусные, веселыши. Да. Так, попробуем. Во, одно. Отлично. Ваня, ты прекрасно. Молниеносно. Молниеносно. Моя строугольник, вот сейчас снимает кожу с помидорчиков. Для чего? Думаю, что Ваня снимает кожу с помидорчиков. Ваня, конечно. Я бы даже вот так вот сделал. Их прежде чем опускать, сделать вот такое им... Надрез, чтобы они... Такой крестообразности. Крестообразность, вот такие. Я хотел бы, кстати, задать вопрос. Да. Мы, ну, друзья, ну, если честно, мы здесь люди, которые находятся до сих пор под впечатлением от замечательного кинофильма, который называется «Брестская кремия». Да. И хотим мы выяснить, а будут ли еще плоды продюсерской кинодеятельности маэстро Игоря Угольникова? Обязательно будут. Так, я могу уже вот это вам сюда давать? Да, да. Обязательно будут. Потому что, потому что... Вот, Игорь, вот, вот смотрите. Вот какая скорость. Вот, ну да. Ну, прекрасно. Вот, это я даже... Кожа сама сходит, как говорил Иван Грозный. Друзья, появился продюсер Игорь Угольников, который окончательно зарекомендовал уже как серьезный кинематографический продюсер. Нет, нет, нет. Я уверен, что многие скептики говорили, ах, это Угольников, хи-хи-хи, вот это все. Да, 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 было такое. Ой, знает, потому что никто не видел Игоря на льду, когда Игорь в хоккейной форме едет с клюшкой. Ведь я знаю, вот вы играете в хоккей, у вас команда, там играют многие известные люди, и политики, и представители искусства. Те, кто любит хоккей. И Игорь, друзья, он в хоккей не играет, он занимается тем, что вот он, вот знаете, как вот этот Товгай. Вот кто он. Товгай. Что вы, Ваня, наговариваете на меня? Товгай, это вот, который вот есть... Зрители Первого канала помнят еще Ледовое побоище, Лед и Пламень. Ну, это вообще... Годовалый дам. Это вообще, кстати. Если говорить серьезно, то я продюсером... Человек становится не после одной картины, а после нескольких. И считать себя буду продюсером, то тогда, когда я сниму несколько картин. Несколько картин, за которые я хотел бы подчеркнуть, не то, что не будет стыдно, а будет радостно. Будем надеяться. Пока вы идете, да, Вера, там, Путин? Будем надеяться. Так вот, в Белоруссии принят закон хороший о кинематографии, который позволит не только белорусам, но и россиянам снимать кино правильное. И будет поддержано государством это кино. Но наше кино, как ты знаешь, поддерживается государством, поскольку сделан фонд кино, кинематографисты, продюсеры сейчас будут в этом году показывать нам все свои произведения, которые они создали за счет государственной поддержки. Мы увидим, что из этого получится. Но самое главное, что кино очень трудно прокатывать, потому что деньги не возвращаются с кинопроката. А значит, нужен новый закон о едином электронном билете, как это во всем мире. Друзья, вот то, что правильно говорит Игорь. Что такое? А давайте мы вот, у нас программа, которая смотрит люди, которые с утра просыпаются, не чиновники кинематографические, а люди, которые с утра просыпаются и которые и ходят в кино, которые сейчас позавтракают и пойдут смотреть фильм «Высоцкий, спасибо, что живой» 19 раз. Так вот, я хотел бы именно это и сказать, чтобы люди понимали, а в чем, собственно, сырбор. А сырбор-то очень простой, чтобы был единый электронный билет, который позволит, в первую очередь, понять, сколько людей по-настоящему смотрит кино и сколько людей за это заплатили деньги. А если мы знаем, кто сколько заплатил, мы знаем и кто сколько заработал. А если мы знаем, кто сколько заработал, мы можем этого человека уже, как говорится, и прижучить. А можем позвать в кино. А можем позвать его в кино. Конечно. Вот смотрите, уважаемые зрители, тут очень важно, чтобы мы поставили на пару спаржу. И не закрыли крышку? И не закрыли крышку. Это правда важно? А нужно закрыть, вот я об этом и говорю. Самое главное не упустить, чтобы спаржа не потеряла свой замечательный цвет. А чтобы она не потеряла цвет, ее можно потом... А, нет, в лимон, как ее? В лед ее можно... Нет, не знаю, как, как. Нет, нет, главное не пропустить. Главное не пропустить момент. Значит, мы будем смотреть. Так, друзья, Игорь Угольников аккуратно, мелко нарезает... Вот как для брускеты, знаешь, делают люди, да, помидорчики. Теперь нам нужна мисочка какая-нибудь прозрачная. Мы сваливаем в нее эти помидорчики. Так. И надо порезать петрушечку. Петрушечку. Я сейчас с удовольствием это не могу даже сделать. Порезать. Где у нас петрушечка? Вот она. Так, я смотрю, что там происходит с нашей спаржей. Вот, вот, мы не должны пропустить этот момент. Ой, она стала зеленой. Она стала зеленой, чуть-чуть еще ее, вот буквально полминуты. Полминуты. И она будет готова. Значит, друзья, не пропустите спаржу. А я вместе с маэстро Угольниковым... Значит, Игорь, хватит ли нам вот столько петрушечки? Листочки. Хватит, хватит. Вот для... Даже миленько сюда. Вот сюда миленько. Я просто хочу брать... У петрушки очень... Ноги толстые. Ноги толстые? Да. Такая фраза, часто произносимая в московском тюзе, подходит и для нашей программы. У петрушки толстые ноги. Че-че-че. А у мальвины муж сидит. Ну и так далее. Это все во всех, да, во всех сказках такие... Театральный байк. Ну, тюз, все-таки театр юного зрителя, но взрослого актера. Ваня, а где можно тебя на сцене увидеть? Вот, где можно меня увидеть на сцене. Я очень хочу посмотреть тебя на сцене. На сцене, маэстро, сейчас я скажу. Твоего отца я неоднократно видел на сцене. Да, да. От тебя мне все не удалось, никак не... Кстати, прекрасный был от твоего отца юбилей, вот где мы с тобой были, в Питере. Это был прекрасный вечер. Прекрасный. Просто замечательный, смешной, обаятельный и очень умный. Кстати. Вот что не свойственно этой семье вообще, с этой странной эстонской фамилией. Так, друзья. Вот, готово. Готово, да? Вынимаем ее сразу, да? Вынимаем ее на какую-нибудь красивую плошечку. Сразу плошечку, сейчас. И открываем крышечкой? А крышечкой закрываем. Ах ты! Пока вынем просто так, Игорь. Вот, прекрасно. Ничего с ней не будет, она может... Так, друзья. Ну, она прямо такая вот... Я вот люблю, когда спаржа несколько даже такая хрустящая, нежели чем... Сейчас мы растопим сливочного масла, добавим туда чуть-чуть сливочного масла с чесночком, чуть-чуть польем сверху. И это блюдо готово. Ой, оно готово раньше, чем мы хотели бы, я думаю. Ничего страшного, мы потом все блюда выставим на показ. То есть прямо сейчас я могу взять сливочное масло, да? Иначе оно не растает же. Растопить? Нет, его надо растопить отдельно, сливочное масло. А, сейчас как бы накрыть это. Вот. Вот, прекрасно. Отлично. Идеально. Так, значит, друзья, короткая новогодняя реклама на Первом канале. Смотрите нас после нее и вы узнаете, почему первоначально знаменитая картина Валентина Серова называлась «Ходоки просят изобразить Владимира Ча Ленина Деда Мороза». Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь, кольцо с бриллиантом ты спрячь в ладонь, а сам укажи на дочь. Дорогие друзья, с Мак на Первом канале. Доброе утро. У нас гостя сегодня Игорь Угольников. Мы готовим новогодние, постные, легкие, волшебные, смешные блюда. И уже порезана петрушка, и уже жмых отжат картофельный у нас выжимал. Вот здесь эту зелень сюда, в эти помидорчики. Я вот прямо… Я же займусь лучком, отжарю его быстренько на маслице. Быстренько лучок на маслице. А я смешиваю, смешиваю вот это вот сюда, да? Да. Вот так. Все. Теперь я думаю, что нужно… А как же маслице нам растопить? Вот вы хотели… А мне кажется, что просто… Сливочное маслице, просто взять и растопить кусочек, вот туда в плошечку. Так, в плошечку. Можно сюда вот, вот так. Вот и его растопить. Давай растопим маслице в маленькой сковородочке. В маленькой сковородочке. Маленькое, вот тут была такая смешная маленькая сковородочка, к которой мы смеялись, в которой мы играли. Вот она малютка. Вот, чуть-чуть растопим маслице Чуть-чуть растопим маслице Я займусь сейчас На маленьком угонечке маслице Что мы еще туда, чесночок, да? Чесночок выдавить, вот я его приготовил Прямо весь вот один? Нет, половиночку, иначе много будет Прямо вот туда в маслице можно выдавить? А? Прямо вот сюда в маслице можно? Когда растопится Жду Когда растопится Жду Значит, что мы будем делать? Я объясню, теперь уже расскажу С гречкой там все нормально? Зарумянится лучок Да? И сварится гречка Мы гречку, естественно, через дуршлаг отольем И сюда вот сверху гречечку Ой, как это будет А потом после этого Надо, чтобы сейчас подсолить чуть-чуть вот это Чуть-чуть подсолим Да, добавить, может быть, туда немножко прованских травок Сюда Пряные травы с чесночком Чуть-чуть, да, да Чуть-чуть И морская соль Вот сейчас помидор от соли даст сочок Конечно И чуть-чуть, чуть-чуть Много не надо Все Все Отлично Абсолютно диетическое блюдо для тех, кто любит как следует поесть Но при этом любит и гречку Гречка с луком, да Вроде бы сочетание такое Ну, очень традиционное Но если сверху потом на гречку с луком добавить вот такой вот соус То это будет совершенно уже другое блюдо Так Дай вы, Игорь А что у вас на новогоднем столе дома? Что у нас на новогоднем столе дома? Что вы, Салочка, что вы едите? Что вы? Кого вы зовете? Как вы исправляете? Я практически уже несколько лет не ем мясо Раньше я это очень любил Друзья, поаплодируйте, пожалуйста Ну, это вынужденная мера Нет, ну Для того, чтобы... Давайте не будем этому говорить Не будем Я вообще горжусь знакомством с людьми, которые отказываются от мяса По одной причине Потому что если вы мясо не едите, то нам мяса остается больше Такой человек в компании не заменит Я очень люблю утку Это единственное мясо, которое мне можно А вообще разные рыбы, 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 рыбы А интересно, то есть и курицу вы тоже не едите? Нет, нет А как же, то есть в утке есть, нету чего-то того, что есть во всем остальном? Дело в том, что если кушать курицу, то курица должна тогда, в общем, жить где-то в деревне У знакомой бабушки Желательно, да, которую зовут Джонет Джонет и живет она И эта бабушка, да, в общем, курочку эту кормят нормальными какими-то... Понятно, понятно Да Но вот подозрить, что утку этим кормят, трудно, правда же? Да сколько раз было, когда пошла мать кур кормить и не вернулась А потом платок нашли А у одного курица повязала платок Поэтому за столом у нас на новогоднем столе У вас легкий, хороший, вот такой стол, который... А мы очень любим, да, встретить сам Новый год дома, а потом поехать по друзьям И одеться, вот, и там уже хватают со стола все, что... Ну, а как, ну, а как? И там забывают то, что мясо не ем Ну, а как оливьешечки его чуть-чуть не ем Да, конечно, не хватануть, да Ну, хватануть, конечно, язычка Вот, растопилось масло Растопилось, туда, туда выдавливаем чесночок Выдавливаем, да, да, держим Выдавливаем чесночок Помешаем Секундочку Немножко, немножко, вот так, этого вполне достаточно Так Мешаем Нет, это надо чем-то помешать А мы сейчас это размешаем, вот этим Вот так вот, да, Стас? Вот, 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 вот Шикарно Так, размешали Так Так И этим поливаем спаржу А соли не нужно никакой сюда, да? Это надо было, нам, каждый может сам по себе решать Согласен Ну, в принципе, можем посолить масло Чуть-чуть Для тех, кто любит Вот так вот Вот так вот Для пикантности И вот теперь вот этим горячим маслицем Чесночком Да, поливается, смотрите внимательно Ой, какой запах Вот, поливайте Смотрите Ну, вот Вот так Вот Ну, давайте, друзья, ну, поаплодируйте нам на полученное блюдо Получилось, это блюдо Это уже надо закрыть и пусть ждется в его час Все, мы все готовим Я просто перейду равномерно, чтобы распределилось масло Это вот здесь Да Все Ну, ну Ну, это, конечно, Франция Так Так, и вот это мы можем даже потом поставить в духовочку Да Маэстро, а не пора ли нам начинать лепить драники? С удовольствием Займусь этим, сейчас у меня сквозь Я послежу за этим Давай Я могу следить за этим Слушай, вот замечательно У нас ровно столько картошки, сколько нужно для того, чтобы Ровно столько, да? А мы не добавляем лучку туда? Чуть-чуть Мы сейчас добавим, даже, может быть, прям сразу жареного Конечно жареного Это получится ровно два драника или один для тебя, Ванечка Мы же показываем принцип Да Да? Сейчас одно яйцо сюда, вы желточек сюда А вы желточек или вообще яйцо? Нет, просто желточек Новый год раньше я любил куда-то уезжать Ну, как бы, по традиции Мы же в юности, вот, когда у меня было столько лет, сколько тебе Я не имел возможности уехать на Новый год за границу куда-нибудь, да? Игорь, посмотрите, прошу прощения, желточек, я готов? Да, сюда Сейчас еще Ну, все уже, наверное, да? Вот, теперь я на Новый год, отъездившись уже по заграницам, очень люблю оставаться дома Да И вы знаете, у меня... Потому что немного людей вокруг У меня даже самая история Можно поспать Можно поехать в гости на следующий день Да, надоедалки всякие Конечно Как называется это? Можно поехать на доедалки Можно поехать куда угодно И главное, такое настроение замечательное Совершенно возникает Когда... Когда ты можешь доехать из любого конца Москвы В любой конец В любой конец Москвы Минут за 20 Прекрасно Так, я думаю, что гречка наша готова Гречка готова Мне нужен дуршлаг 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 Подойдет ли вот такой дуршлаг? Я думаю, что да Вот Игорь, а промывать ее не надо? А? Можно и не делать Гречка же не... Гречка, по-моему, это нормально Можно ее не... Не надо, не промывать Гречка стекает Вот картошечку мы смешали С желточком С желточком Аккуратненько Сейчас надо чуть-чуть подсолить Вот Чуть-чуть мы это подсолим Самую малость Вот уже лук готов к смешке Да, я беру гречку Где у нас гречка? Пожалуйста, вот она стоит Но нам не нужна вся гречка Я сейчас ложечкой перевожу А мы можем ее прямо Необходимое количество Сколько, Игорь, говорите? Еще 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 Можно смело Еще 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 Немножко переварили ее Переварили мы гречечку Да Переварили ребята мы гречку Увлеклись разговором Увлеклись разговором Получилась у нас такая Ничего, будет вкусно, нормально Как только у нас закончится это Мы будем делать драники Так Драник Драник Фамилия такая Драник У нас авокадо, лимон и вот это Вот это Теперь мы можем заняться салатом Салатик Открываем Что в первую очередь Значит, руками, Ванечка Руками салат просто Вот сюда Просто берем салат Вот просто И рвем Вот эти, наверное, не нужны нам Руки Эти не нужны И просто их ломаем Луками Бросаешь туда Вот так вот просто Да И вот мы нарвали Нарвали салатик Смешали И смешивать его удобнее Руками будет Да Так, 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 так Вот такой вот Изысканный француз Теперь вот еще Такой салатик Это вот потрясающе Так, а я смотрю У вас кедровые орешки Не нужно ли кедровые орешки обжарить? Ну, чуть-чуть их надо будет обжаривать Чуть-чуть надо будет сейчас делать с ними что-нибудь, да? Объясню для чего Так, 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 так Сейчас мы для салата сделаем для соуса чеснок Что нужно сделать? Мы его солим И превращаем в кашицу Его надо подавить как следует Сейчас мы это все Теперь мы давим до кашицы чесночок А чесночок должен в соль дать, естественно, тоже сок, как мы с вами знаем Конечно Да, главное Что? Конечно Главное его превратить в такую кашку Кашку Я бы назвал все-таки то, что мы делаем, конечно, не гречка с луком и с помидорами А гречневая кашка с луком и с помидорами Гречка, кашка, кашка, кашка Сдуманная потом соусом из помидоров и петрушки Если вы чуть-чуть переварили гречку, когда сделали его, то вы просто не называете это гречкой, а называете это кашкой И тогда это чудесное утреннее блюдо позволит вашему папе проснуться Но главное, что мы должны понимать, что, конечно, гречка должна быть нормально сварена и даже немножко обжарена Чтобы это не было кашицы Здесь это моя ошибка, я упустил Но все равно это будет вкусно Соус для салата Салат у нас будет салат с авокадо Для того, чтобы притушить и авокадо растворить, который мы сейчас туда покидаем салат Мы вот эту кашку с чесночком С солью Так, и что мы с этой делаем? Сюда половину лимона мы выжимаем Выжимаем Прекрасно Сок лимона Прямо сюда вот, да Серьезно так, как следует Пол лимона Пол лимона, есть Обязательно Половинка ложки сахарка Такой соус, да, у нас получается? У нас это будет соус Естественно, мы туда добавим оливкового масла Ну, наверное, уже зелененького Уже зелененького Получшего отжима, не для жарочки Добавляем Сколько? Можно так смело Ну, грамм Грамм сто Еще, 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 еще Количество масла было больше, чем количество лимонного соуса И активно я это все смешиваю, смешиваю, смешиваю Шмешиваю, шмешиваю, шмешиваю. У нас этот соус готов. Нам осталось в этот салат... Авокадо? Авокадо, причём ложкой. Причём просто вот так вот. А-а-а! Вот так вот. А-а-а, прямо скоблим вот так, да? Вот так вот. Чтобы получился такой слой авокадо. Игорь, я убеждён, что вот это готово. Так, это прекрасно. Значит, надо аккуратно вот сюда, в чашечку, перекладываем. Перекладываем это в чашечку. Где мы, этот самый, ложка моя. Так. Аккуратненько, ровненько, так. И вот туда? И вот туда, сверху, аккуратно ложечкой. То есть, прямо не перемешивая или перемешивая? Не перемешивая, просто сверху это надо положить, сверху. Вот так вот, да, смотрите? Вот так вот, сверху. И залить этим соком помидор. Да, да, да. И пусть стоим. Пусть стоим вот так вот, мы сейчас сверху всё это аккуратненько выкладываем. И этот сок туда уходит. Да. Она пропитывает это всё. Вот, ой. Вот, отлично. И теперь на этой сковородочке надо чуть-чуть быстренько обжарить кедровые орешки для нашего салата. Ну что же, друзья, давайте вот, я хочу подвести такой промежуточный итог. У нас салат практически готов. У нас готова спаржа, у нас готова гречка с помидорчиками. Посмотрите, стоит. Просто насыщается. Мы сейчас быстро пожарим орешки кедровые и драники сделаем. Друзья, на секунду я хотел бы покинуть Игоря Угольникова для того, чтобы объявить новогодний рекламу на Первом канале, после которого мы вернёмся. И вы знаете, что мохито в переводе с чешского означает. Посмотри-ка, сынок, что у дедушки Мороза под бородой. Не твой ли это отец? Вика, ну не надрывайся ты, ну брось ты этого Деда Мороза, давай только шампанское заверём. Девочки, не могу, я загадал желание. Сомерсет моем, бремя страстей человеческой. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в Георя Сарк сегодня Игорь Угольников, с которым мы уже практически всё приготовили. И вот у нас орешки, у нас прям ещё чуть-чуть. Что нужно, сливочек сюда? Мне нужно капельку сливок сюда. Капельку сливок, конечно. Вот она сейчас. Можно молока. Можно молока, прекрасно. Можно молока. Так, прям вот. Вот чуть-чуть, всё, отлично. Достаточно, вы правы. Иван, вы правы, больше не надо. Вот так вот, всё, да? Да. Оп-оп-оп. Так, а тем временем, всё. Вот, вот, пожалуйста. Орешки-то наши уже всё. Прошу. И прямо сюда. Прямо сюда, сверху. Оп-оп-оп-оп. Достаточно, вот. Я сейчас перемешаю, рука. Не-не, рано, рано, рано. Сначала, вот смотрите, сейчас самый главный процесс. Для того, чтобы авокадо растворилось, мы как раз и поливаем сверху вот этим соусом. А-а-а. И сейчас этот соус авокадо будет растворять. А-а-а. Как это вы придумали всё. Он сейчас будет его растворять, растворять, растворять. Как вы это всё придумали. Растворять. Он будет мягчать, мягчать, мягчать. Ну что же. А может быть уже делать уже и драники? Да, да. Давайте прямо на сковородку. А прямо как? Вот прямо так выкладывают, что ли? Нет, это будет маленький драники, чуть побольше. Побольше? Ну, как блинчик такой. Как блинчик? Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот такой? Вот такой, да. Ну и как? Нет, нет, вот так. Вот правильно. Так, пожалуйста, маэстро. Знаете, я хочу посмотреть, как вы это будете делать. Так, 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 так. А я пока свожу. Это именно белорусское движение. Вот оно. Белорусское движение. Ладушки называется. Ладушки веселые. А-бабах. Так, и всё. Туда, и всё. Издалека напугать свиную котлету. И ещё раз. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Раз. Раз. И как? И там. Так. И это маленький драник. Такой совсем маленький получится. Это будет наш лотерейный лод специальный. Назовём его «Мальчик Новый год», Белорус. «Мальчик Новый год». Так, сейчас я это всё уберу, чтобы это было красиво. Ой, тихо, тихо, тихо. Чтоб не сгорело, а чтобы не сгорело, а чтобы не сгорело. Тихо, тихо, тихо. Оп. Ну что ж, дорогие телезрители, у нас осталось буквально пару минут для того, чтобы закончить приготовление четырёх, получается, сегодняшних блюд. Четыре блюда. Потрясающе. И все они, заметьте, низкокалорийные. Прекрасно. Ну что же, друзья, драники. Мне кажется, Игорь, всё. Отлично. Отлично. Ну давайте не будем забывать. Эти драники, это мы их делаем нетрадиционные. Мы их из жмыха делаем. Я расскажу историю про моего демпродюсера, который много лет со мной работает. Когда-то в давние времена, когда он был молодым человеком, в дом отдыха Коктебель, он ходил к девушке, а девушку, там же писательские, никого не пускали, а вот девушку звали Катя Бушина, что ли, мне расскажут о том. И он по её пропуску хотел зайти, значит, в... И охранник говорит, подождите, слушайте, здесь Ка Бушина, он говорит, я белорусский писатель Кондрат Бушина. Кондрат Бушина? Ну всё, не заходил. А он говорит, странно, тут уже один белорусский Максимилиан Волошина живёт. Так вот, Ванечка, сначала по нашей белорусской традиции... Дранчик. Тебе дранчик, да. Теперь вот этот салат мы помешаем. Да, конечно, чтобы листики пропитались все соусом. Да, да. Ой, вкуснотища. Всё, давайте я скажу, как готовили. Значит, салат, чуть-чуть авокадо, который прямо наскребли туда, соус, который состоит из лимонного сока, замоченный жижицей чеснока с солью, с сахаром чуть-чуть, всё это вот в этом салате. Теперь. Теперь. Гречечка, которую мы делали так, отварили гречечку. Вот она сейчас пропиталась. До нужной кондиции. Потом смешали её с жареным луком на сковородочке, а сверху, когда она уже обжарилась, положили помидорку очищенную, порезанную, с петрушечкой, свеженькую. Вот сюда вот. Ой, 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 ой. Сюда. Так, ну и, наконец, спаржа. Ну что же, Игорь, вот что мне нравится, знаете что, вот мы сделали абсолютно европейский, ну, за исключением гречки, может быть, и драника такой вот ужин. Но я могу сказать одно, едим мы его абсолютно по-славянски, положить всё на одну тарелку. Ну, это красиво. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, Игорь Угольников. Красиво-то красиво. А вот насколько это вкусно, узнаем прямо сейчас. Дроник нежный. Нежный, потому что... Конечно, получился. Так, пробуем шалат. Да, ну да. Иначе быть не может. Как гречка? Очень вкусно. Ой. Далось? Давайте поаплодируем, друзья. Спасибо. Спасибо. От нашего спонсора корзина ароматного новогоднего душистого цейлонского чая Акбар. Чай Акбар? Неиссякаемый источник бодрости и энергии, хорошего настроения. Целый год мне придётся мне его пить с такого количества. От нашего спонсора отличное оливковое масло. Оливки, маслины. Маэстро де Олива. Ой, как приятно. Спасибо тебе, Ванечка. А можно от нашего спонсора. Первый чайник Борг, который сам заваривает чай. Его нужны крепости, нужны температуры, нужного сорта чая. Я буду пользоваться всем этим с большим удовольствием. Я поздравляю тебя с Новым годом. Я хочу, чтобы этот Новый год, о котором мы сегодня говорим, принёс тебе много-много радостей. А всё остальное ты себе садишь. Радостей, а я хочу пожелать вам и всем нашим зрителям и здоровья, и радости. Друзья, это всё мы желаем вам в Новом году. Будьте, пожалуйста, счастливы. Такими хотя бы будьте счастливы, как вот сейчас Игорь Угольников. Спасибо огромное. Игорь, я на секунду сейчас отойду. Попрощаюсь. Ну, ребята, ну это просто на каких-то несколько дней, и мы снова к вам вернёмся. И вы узнаете, между прочим, помимо всего остального, что «орешки» в переводе со словацкого означает «на тренировку без хоккейной формы вход воспрещён». Спасибо.